Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди. Случайные встречи. Неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод. И время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят. Очень круто. Наконец-то высказался. Что так? Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Ну, а у нас в нашем прямом эфире продолжается встреча с гостями. И действительно, мы сегодня встречаемся и говорим с гостем из Грузии, Георгий Гитияшвили, который уже был у нас в гостях. Здравствуйте. Добрый день. Доброе утро, Латвия. Доброе утро, Олег. Спасибо вам, что пригласили еще раз в вашем эфире. Я рад встретиться с вами, с вашей страной. Винодел, Тамада, а также исполнитель песен и автор песен многих красивых. Мы сегодня, я надеюсь, тоже их послушаем. Но поговорим, может быть, мы уже затрагивали когда-то о грузинских традициях. Но, в принципе, как становится Тамадой? Как человека выбирают? Или он сам где-то учится, где-то впитывает в себя эти традиции? Ну, лично я думаю, что сама культура Тамады нам дала вино. Возможность этого. Если бы не было вина, не было Тамады. Но Тамада – это человек, который правит застолье, можно так сказать. И без него тосты никто не говорит. И этого человека выбирают на застолье. Ну, когда большое застолье, его выбирают на свадьбу, например, день рождения. Но если мы в доме находимся, в домашних условиях, тогда в основном сам хозяин дома Тамада – человек, который принимает в своем доме гостей. Тамада должен быть человек, который хорошо разговаривает, стихи знает, может, и поет, это еще лучше будет. А иногда бывает, что он не стихи тоже не знает, но знает какие-то истории, знает традиции свои. Само грузинское застолье, мы говорим так, что это продолжение церковной молитвы. Если мы так примем это, значит, что каждый тост – это молитва от человека, который от души говорит другому человеку, что дай Бог тебе здоровья, долголетия, например, и так далее, за Грузию, за мир, за предков и так далее, это от души, когда идет, это и молитва тоже. А молитва – это что? Если мы можем, дома тоже можем молиться, просто необязательно в церковь идти, если от души можно что-то сказать. А если с вином это, тост уже дает какую-то другую культуру, дает уже другой смысл. И люди, когда вот это смотрят, ну, я же часто бываю на моем виноделии Тамадо и разных виноделиях, а тем более люди, которые приезжают из другой страны и не знают эту культуру, я всем объясняю, что, например, вот так выпить и поставить – у нас это непонятно. А почему ты пьешь? Ответ такой – ну, хочу и пью. Ну, нет такого в Грузии, это такого, надо повод быть. Да, вот я не помню даже в моем детстве, чтобы мой отец или дедушка, например, один пили, вот так просто наливали. Нет, всегда звали какого-то человека, или соседа, или друга, да, чтобы было возможно с ним поговорить. Это общение, да, это дружба, это не повод, чтобы бухать, так сказать. Нет, это повод быть в каком-то общении и в дружбе. И поэтому, например, наше вино всегда 12, максимум 13 градусов. Не бывает у нас там 14, 15, крепленная вина, это наша традиция, потому что тогда у тебя возможности не будет общения, да, за полчаса все закончится. Вот я как раз и хотел спросить, а сколько вообще тостов может быть за столом, чтобы, ну, люди не опьянели, чтобы вот действительно это было культурно, красиво? Да. Вообще-то, по нашей истории, если можно так сказать, очень мало тостов было в Грузии, вот когда были наши цари, да, 4, 5, 6 максимум, вот так. Это были обязательные тосты за родину, за мир, за Бога, это первый тост, кстати, в Грузии, всегда пьем за Бога. И благодарим Господу Богу за то, что дал нам возможность, чтобы мы встретились, так сказать. А потом уже, когда вот царизм России зашел в Грузию, это в 17-18 веке, вот грузины научились немножко по длине это тосты говорить. Ну, как я знаю, может быть, в чем-то ошибаюсь, я не историк, но, как я читал и от предков знаю, длинно стало застолье, так сказать. Но в основном, наверное, 10-15 тостов всегда есть у нас. Обязательные тосты, которые надо сказать, так сказать. А вот этот тост, который говорят, его заучивают заранее, или это всегда импровизация человека, или он уже... Например, знаете, если ты скажешь, что... Или я скажу, что вот загрузил, и садимся. Нет, это не так. Это обязательно должна быть импровизация. Вот начать с какой-то стороны, с какой-то стороны закончить. Вот, или стихом, или хорошим историям, или... А то это очень сухое будет, понимаете? За мир, за Грузию, за это, и все. Это кто-то тебе написал и говоришь, да? Вот, это тоже своя культура, своя практика тоже должна быть человеку за это, да? Потому что я сразу вспоминаю, есть такой российский фильм в особенности национальной охоты, и там как раз очень короткий. Ну, за дружбу, за взаимопонимание. Я понимаю, что в Грузии так не принято, нужно... Нет, нет. И тамада не должен быть, знаете, как что? Очень долго говорить, чтобы людям не было потом уже интересно, так сказать. И не очень коротко. Надо вот такой период взять, чтобы людям было это интересно. Самое главное – интерес, да? Вот, и когда есть интерес, и тамада должен дать людям настроение, чтобы они и хорошо покушали, и хорошо поели. Иногда, знаете, бывает, что приезжая на хорошем застолье, там все есть, накрыто там, все хорошо, хорошее вино, но нету настроения. Ну, нету настроения. Вот человеку нету настроения, потому что тамада не может взять, так сказать, в руки застолья. Кто-то уходит, кто-то приходит, кто-то там, три человека, там другой, кто спит, пять человек, там другой, и путается это все. А если тамада держит это застолье, ну, это царь какой-то маленький, который правит это все. Тогда уже все тихо, все нормально, по-своему времени и танцы идут, по-своему времени и песни идут, по-своему времени и стихи идут. Уже получается какой-то моноспектакль, маленький, который соображает тебе Грузию. Вот часто бывает, например, когда туристы приезжают, и шесть дней в Грузию, и приезжают у меня дома. Они говорят, что вот мы сейчас узнали Грузию. А до этого была у нас, для нас это фотография, там, это церковь, это горы, все. А сейчас мы узнали страну. Ну, почему тогда именно они узнали? Потому что вот сама грузийская застолье даст тебе возможность узнавать саму страну, да, традиции, о чём мы разговариваем, о чём мы вспоминаем, что наше прошлое было, что наше будущее есть. Вот это застолье вот это даёт. А можем ли мы сейчас вот воссоздать, может быть, атмосферу этого застолья, попросить вас исполнить вот какую-нибудь красивую песню? Могу, конечно. Как это, вот представим себе, что как бы это, мы сейчас сидели и с бокалами вина и о чём-то вот уже прозвучал бы тост? Могу бы, конечно. Это со мной у меня вот грузийский инструмент в пандуре. И хочу вам исполнить одну красивую грузийскую песню о любви. Это горская песня. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА 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 ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А вообще есть, ну, вот, действительно как профессия вот тамада, то есть это вот профессионалы, которые могут... есть, есть такие люди, которые известны очень в этом сфере, так сказать, и очень, кстати, они, эти люди очень, так сказать, много читают, знают грузинскую историю хорошо. Это не так просто, так сказать, какой-то, ну... А в Грузии, знаете, это все узнают, если нехороший тамада, сразу видно, так сказать, да. Сейчас, кстати, вот мой приезд в Латвию, вот... Завтра у меня будет концерт в городе Викопилсе, пригласили меня, там будет грузинское вино, тосты, небольшой ресторан, не пригласила моя знакомая, очень прекрасный человек Дита, спасибо ему за то, что она меня пригласила. Там будет дегустация грузинских вин, пробовать грузинские блюда, и будет какой-то... полчаса или 40 минут, чтобы, например, я тоже пел грузинские песни. То есть такая программа будет? Программа будет, да. Были это уже все проданы, все прекрасно, все хорошо. А, в принципе, есть, я понимаю, что теперь есть возможность такая вот увидеть кусочек Грузии, не выезжая вот прямо в Латвию, благодаря вам. А есть ли возможность, например, каких-то организаций туристических поездок именно в Грузию, чтобы, вот, например, там, не знаю, вы показали Грузию? Например, у вас есть компания «Импро», знаменитая, которая дружит с грузинской компанией, и они, например, у меня ходят. На моем виноделии мы делаем для них застолье. Вы помните, я в прошлом, когда приехал, я сказал, что я хочу уже начать сам принимать из Латвии туристов, и, я думаю, через максимум месяц, вот, есть у вас в Риге, кстати, такой знаменитый ресторан «Алаверды», вот, грузинский, вот в этом ресторане будет буклетики моих, мои компании маленькие, где можно прийти, взять этот буклет, посмотреть, какая у нас будет программа, что мы предлагаем людям, и вообще меня можно найти на Фейсбуке тоже, Георгий Гетьяшвили, и там я буду. Вот для того, чтобы, есть некоторые, я не знаю, стереотипы, что вот в Грузии пьют обязательно из рога, а не из бокала, вот почему вообще есть такая традиция пить из рога, и насколько это распространено сейчас? Вообще-то из рога пили в горах, пастухи, потому что рог не ломается, да, а в Кахете всегда пили пьялами, вот такое пьяло называется, глиновый сосуд, а из рога мы пьем уже, в Кахете это особенный тост, например, там, не знаю, там, за невесту и за, так сказать, когда свадьба, или за юбилара, а то, что каждый тост с рогом выпить, нет, так нельзя, я же сказал, тогда через полчаса все закончится, а надо длинное застолье, два, три, четыре часа, чтобы мы это поговорим, чтобы мы это узнали друг друга, песни спеть. То есть, вот застолье рассчитывается именно от двух до четырех часов, такое среднее? Да, приблизительно, да. А как часто вообще собираются люди для того, чтобы посидеть, поговорить вот за таким застольем, то есть это, не знаю, раз в неделю, раз в месяц, чаще, реже? Знаете, зависит тоже от периода, тоже, да, например. Вот зимой часто время есть, летом редко, потому что люди, в основном люди чем занимаются? Сельскохозяйством, да, там винограду всех, там песики, абрикосы, там кому-то помидоры, люди этим живут. А так что время, чтобы было, ну, знаете, вот в 90-х годах, например, когда не было электричества Грузии, застолье было каждый вечер, потому что что надо делать? Ничего не было, да? Друг друга звали, говорили, общались. Само застолье, знаете, я лично думаю, интересно, не только тостом. Вот сама кулинария грузинская тоже интересная, да? Там же не только тосты на этом застолье, а еда тоже есть. Да, вот в каждом уголке Грузии очень отличается вот эта культура кухни. Вот в Мегреле абсолютно другая кухня. В Кахетте у нас, например, очень простая кухня. Вот знаете, как у нас вот основной, это шашлык на виноградных ветках. Значит, на виноградной лазе мы делаем шашлык. А почему именно на лазе? Вот там история самая интересная, потому что у кахетинца-человека никогда не было время что-то мариновать, например. Это мясо всегда свежее, потому что всегда была война в Кахетте. Это самый главный уголок, где был хлеб и виноград. А, к сожалению, мусульманские страны в то время Иран, Турция всегда нападали первые на Кахетте. И поэтому у кахетинца никогда не было время мясо мариновать, а лоза всегда была. Сразу на земле он лозу сжёк, дали угли, шашлык пожарил и всё. А в западном Грузии, например, более всегда было тихо, чем, например, у нас. И поэтому у них вот такие блюда, так сказать, более с грецким орехом, баклажаны, сациви. Вот у нас у блюд, которые время надо, так сказать, их приготовить. А у нас хашлама, это варёные куски мяса, шашлык, это жарёное, всё. Пусть не такого особенного кахетти. Но у нас очень таниновое вино, потому что терпкое. А в западном Грузии не такое таниновое. Там влажность много от моря. И, кстати, градус у них тоже маленький, а у нас всегда большой. А когда вино 2, 12, 13 градусов, его надо с мясом кушать. Там с помидорами это не получится. А белое или красное более популярное вино? Красное вино у нас сапферавой. Сапферавой это тяжёлое вино очень. Его пить много нельзя. Давление поднимает потом. А поэтому на застолье всегда в основном пьём белое. То есть, мы не называем белое. Кстати, в Грузии нет выражения белого и красного. У нас есть янтарное и чёрное. Интересно, янтарное и чёрное такое деление. Да, потому что вино, которое сделается с белым виноградом в Квейвле, оно янтарного цвета. А молодёжь, она поддерживает традиции предков? То есть, сейчас вот насколько передаются, насколько они с готовностью, поскольку сейчас ведь время другое, смартфоны, может быть... Ну, это проблема и у нас тоже есть, конечно. Это как везде у нас тоже есть эта проблема. Потому что, в принципе, мы всё время говорим о том, что это традиция общения, сидеть за столом, рассказывать истории, обмениваться своими мыслями, чувствами. А есть ведь... Ну, мы знаем, что молодые люди очень любят сейчас в основном через СМС, через сообщения общаться. Да, это у нас тоже есть проблема. В основном в городах, в больших городах. В Тбилиси, Батумику, в деревнях более-менее это не чувствуется. А там чувствуется, да. А вот по каким поводам чаще всего собирается застолье? То есть, это обязательно ли, ну, понятно, что свадьба, юбилей, день рождения, но вот есть ли какие-то проводы более такие, ну... просто хорошее отношение. Вот сегодня хочешь этим человеком вино выпить, Польше ничего особенного не надо, да. Ты его зовёшь, он обязательно должен прийти. Обычно всегда, вот если зовут, нужно обязательно приходить. ну, знаете, есть такая история, вот дедушка мой говорит моему отцу, иди вот нашего соседа, вот скажи, что хочу с ним вино выпить. Отец ушёл, дедушка говорит, он сказал, что я очень уставший. Дедушка ему говорит, ты иди ещё второй раз скажи, и скажи ему, что когда он не будет уставший, пусть он мне скажет, я тогда его буду зажать. Он так пришёл, сказал ему, что он так и стал, давай поеду, поеду, давай буду с вами вино пить. Ну, так что, уставший, не уставший, всё-таки надо человеку прийти в гости, когда тебя зовёт, надо идти. А о чём обычно поют, какие песни во время застолья, это народные песни, это какие-то песни? У нас песни есть очень разные, но есть именно застольные песни. Вот это кахетинские песни, которые называются кахетинское многоголосие, вот, очень интересно. Кстати, наша песня, есть одна, Чакруно, которая песня, эту кахетинскую песню в 70-х годах отправили в космос, мы очень этим гордимся, что наша грузинская песня там есть. Вот эти застольние песни вот есть именно на застольях, так сказать. А если, например, там добавляются и другие песни, это очень интересно, да, не только кахетинских, а я в кахете живу, и поэтому говорю кахетинские песни, но в Гурии по-другому поёт, в Емилете по-другому, и так далее. Поэтому грузинская многоголосия очень интересная. Я смотрю, что, в принципе, у нас время сейчас уже подходит общение к концу, но здорово, что есть возможность сейчас сообщаться, приезжать к вам, вы приезжаете к нам, дарите нам такой вот кусочек Грузии с дегустациями, с какими-то такими приятными вещами, которые могут погрузить нас в атмосферу действительно настоящего грузинского застолья. Георгий Гитяшвили был у нас в студии. Спасибо большое, Георгий, за то, что нашли время прийти к нам. И действительно, приезжайте почаще, дарите нам солнечную вот эту атмосферу прекрасного грузинского застолья и гостеприимства. Спасибо вам. Счастья и мира всеми ваших странам. Да, и, кстати, в продолжение нашего эфира мы обязательно послушаем новости здорового сна. Новости хорошего сна. Представляет Neuromed Sleep. Это комплекс с мелатонином, лекарственной мелиссой и перечной мятой. Один миллиграмм мелатонина помогает сократить время засыпания. Мелисса и мята расслабятся. Neuromed Sleep для качественного сна. Засыпайте легко. В последнее время эксперты отмечают рост уровня стресса и как следствие изменения режима сна и бодрствования. Треть своей жизни человек проводит во сне. Это не значит, что тратить время на отдых, значит тратить его впустую. Напротив, сон может стать лучшим лекарством лечения множества заболеваний. Но как его наладить? Начинать надо с проветривания помещения, где человек спит, а также выбора соответствующего матраса, подушек, постельного белья и прослушивания расслабляющей музыки. И что немаловажно, отказ от гаджетов и телевизора, когда находитесь в кровати. Также помочь наладить здоровый сон может безрецептурная биологически активная добавка с мелатонином. В основе наиболее эффективной комбинации для улучшения сна сочетание мелатонина, мелисы и перечной мяты. Мелатонин – это естественное снотворное тело. Если же научно, то это гормон эпифиса, который регулирует циркадные ритмы организма. В свою очередь экстракт листьев мелисы обладает мощным седативным воздействием. Он действует как аптечные антидепрессанты, причем оказывает достаточно мощный эффект при излишнем эмоциональном напряжении, перевозбуждении депрессии, неврозах и бессонницы. Перечная мята является лидером среди трав, способных нормализовать сон и успокаивать. Благодаря исследованиям удалось выяснить следующий факт. Все разновидности мяты содержат высокой концентрации ментол и изовалериановую кислоту. Эти вещества снимают спазмы сосудов и очищают их, успокаивают нервную систему и запускают процесс выработки гормона сна мелатонина. Помимо помощи природных средств специалисты рекомендуют ограничьте или исключите употребление кофеин содержащих продуктов, а это кофе, чай, тоники и не употребляйте их за 6 часов до сна. Соблюдайте умеренность потребления алкоголя. Доза для взрослого человека не должна превышать пару бокалов вина, бутылку пива или 70 граммов крепких напитков в день. Используйте на окнах светоизолирующую шторы. Сейчас светает уже достаточно рано, если у вас тонкие шторы, то дневной сон может подавлять продукцию мелатонина и нарушать сон утром. Новости хорошего сна. Представляет Neoramed Sleep. Это комплекс с мелатонином, лекарственной мелисой и перечной мятой. 1 миллиграмм мелатонина помогает сократить время засыпания. Мелисы и мята расслабятся. Neoramed Sleep, когда хочется не только заснуть, но и хорошо выспаться. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. В следующем часе нас ждет еще один очень интересный гость. Это посол Республики Узбекистан в Латвии Кадамбай Султанов. Так что поговорим мы о сотрудничестве Узбекистана и Латвии, насколько туристический потенциал Узбекистана интересен нам, а может быть для узбекских туристов интересны наши какие-то направления. В общем, много будет интересных, я думаю, тем для разговора, но и телефоны прямого эфира у нас не изменились 67212 93 9 67213 93 и 9 На одной волне с городом Радио Балт